Первая Крымская интернет-мультирадио Все будет в теме Крымская война В нашей студии сегодня присутствуют люди, которые занимаются Вовлечением у них необычное, это реконструкция Реконструкция именно Крымской войны У нас в студии Константин Лавренюк Солодов Алексей Солодов Геннадий Николаевич Константин, расскажите, пожалуйста Как получилось так, что вы занялись темой Крымская война Как так получилось, что вы увлеклись этой темой? Ну, в некоторое время, до недавнего времени я служил в вооруженных силах И мне было все время интересно, вот с самого детства Вообще военная история, по сути своей Ну, так как получалось, что про Великую Отечественную войну знают люди много Про другие войны, про наполеоновские войны знают Отечественная война 12-го года Люди знают очень много Ну, мне нравится 19-й век А вот как-то в детстве еще слышал про Крымскую войну Что это такое, я не знал Мне было интересно Я пожелал этим заниматься Чтобы как-то ознакомить людей с этим Показать, что было в то время Как люди жили Как люди вообще существовали Что происходило Показать людям это Мы с вами реконструируем, как коллеги, британскую армию Мы реконструируем батарею Е, которая отличилась при Альминском сражении Благодаря атаке и участию Альминской батареи были захвачены орудия во время Альминского сражения Из которых до сих пор в Британии отливаются крест Виктория Это наивысшая награда Британской империи И у нас в студии есть люди, которые реконструируют противную сторону русских моряков Клуб Андреевский флаг Который образован на базе Таврического национального университета имени Вернадского И Геннадий Николаевич Солодилов нам сейчас расскажет о своем увлечении Как он к нему пришел Наш клуб называется Андреевский флаг Андреевский флаг не просто в поиске какого-то названия Андреевский флаг это клуб, который взял название Помня и зная все героические события наших русских моряков Крым это жемчужина моря И здесь недаром находится город Севастополь База и опора Черноморского флота Именно поэтому Мы взяли основой название Андреевский флаг Но плюс еще, что именно здесь было крещение Руси И Андреевский флаг То есть Андрей Первозданный Вот ступил на эту нашу священную землю Вот в силу этого всего Мы взяли в основу своего клуба именно моряков Именно героизм моряков нас вдохновил на реконструкцию Андрей Первозданный является покровителем Тавриды Это наверное тоже повлияло Безусловно На выбор названия Конечно, конечно Именно это Дина Николаевич В каких мероприятиях вы принимали участие По реконструкции Крымской войны Я вот знаю, вы принимали участие на братском кладбище В мероприятиях, посвященных годовщине Крымской войны, да? Да На Альме мы были уже несколько раз В Севастополе 8-9 числа были мероприятия В сентябре месяце, да? В сентябре, да Посвященные вот Крымской войне Мы стояли в карауле И потом спускали венок на воду бухти Севастополя А на следующий день, 9 сентября Стояли в карауле на братском кладбище При перезахоронении наших воинов Вот Также были на дне исторического бульвара Города Севастополя В этом году он впервые прошел с участием реконструкторов именно Крымской войны Собрались люди на Черной поляне под Севастополем Разбили бивак Было очень интересно Организовал мероприятие Стас Нагорный Совместно с Панорамой Совместно с руководством Панорамы Вот Наталья Маратовна Человек, который вынес на себе Основную тяжесть этих подготовков и проведения мероприятий Вот Это очень уникальный человек О нем можно говорить долго И надеюсь мы в этой студии Наталью Маратовну увидим в ближайшее время Константин Скажите пожалуйста Вот Литературы Как вы считаете Много литературы написано о Крымской войне или нет? Столько, сколько я интересовался Литературы о Крымской войне не так уж и много написано В частности Допустим Больше как-то литературы Больше зарубежных авторов Нежели наших российских Если Допустим Ну Как правило Российские Советские Авторы Они Отвечали как-то сторону Одну сторону Нашу русскую сторону Это происшествие Тех времен А как-то другую сторону Не затрагивали Поэтому больше Допустим В моей То что Я реконструирую батареи Мне Это больше Приходится общаться С иностранными источниками Наших источников К сожалению Нету Понятно Леш Расскажи пожалуйста Андрей Расскажи Извини Пожалуйста Расскажи пожалуйста О своем увлечении Как ты к этому пришел Отец повлиял Может что-то другое повлияло На твой выбор Вообще это я больше всего Занимался Дома С детства Ну увлекался Историей И отец помог И коллекционировал Рано да С детства Семи лет начал Вот у нас такой вот есть Семейный клуб Который Организовали Наши друзья Значит город Курск Вот сегодня К сожалению Никого мы не можем Пригласить в эту Крымскую студию Вот А в городе Курске У нас есть Клуб который создан Он называется Курский ополченец Курский ополченец Вот Клуб реконструирует Дружину Курского ополчения В этом году На Альминские высоты Приезжали Наши гости из Курска Привозили наряды Женщины привозили наряды 19 века Причем в оригинале Вот Мужчины были одеты Форму Дружины Курского ополчения После этого Всего После реконструкции Вот кстати На экране Посмотрите На экране Да Наши куряне Это наш клуб Сестры милосердия Кстати изображены На фотографии Вот Это Кристо-Возвиженская Община Которая Была В Севастополе И По большому счету Все Радости И невзгоды Вместе с солдатами Русской И моряками Солдатами Русской армии Вынесли на своих Плечах Женщины То есть Это вот такое Было Впервые В армии Была Применена Помощь Именно Женского Пола Для того Чтобы помогать На поле брани Тем людям Которые Нуждались В этой Помощи Мы хотели бы Затронуть Следующий Вопрос Вот Мы развиваем Реконструкцию Мы развиваем Стараемся Сделать ее Более Интересной Более Массовой Более Масштабной Нами Принято Решение Проводить Два Больших Мероприятия Это Одно Из них Фестиваль Живой Истории Лагерь Под Балаклавой Который Мы ежегодно Проводим В разное Время То есть Мы стараемся Своим Лагерем Обратить Нимание Общественности На тот Или иной Аспект Вопрос Связанный С Крымской Войной Вот На следующий Год Мы планируем Проведение Мероприятий Посвященных Балаклавскому Сражению На следующий Год Будет Круглая Дата Крымской Войны Окончание Крымской Войны 155 лет 24 Октября 25 И 26 Мы приглашаем Всех В Балаклаву Для того Чтобы Люди И могли посмотреть Реконструкцию Балаклавского Сражения По крайней мере Может мы Постараемся Реконструировать Фрагмент Вот Хочу обратить Ваше внимание На фотографии К нам Приезжали на Пресс-конференцию Президент Международной Военно-исторической Ассоциации Валькович Александр Михайлович Это человек Который Организовывает День Воинской Славы России День Бородино Это наши Партнеры И наши Друзья Наши Коллеги В течение Трех лет Они помогают Нам организовать И проводить Мероприятия Посвященные Нашим вопросам Связанным С Альминским Сражением И Балаклавским Вот Потом Там изображен На фотографии Владимир Николаевич Гуркович Это крывет Это историк Благодаря этому Человеку Сохранен Мемориал Альминская Битва В 68 Году Этот человек С обыкновенным Фотоаппаратом Проехал По местам Крымской войны По Некрополям Сделал Первые снимки Которые Сейчас Перепечатываются Во многих Источниках Вот Этот человек Поднял вопрос О Сохранении Мемориалов Не только Русских Но и Британских Значит Владимир Николаевич Человек Удивительной Судьбы Человек Сам по себе Очень Неординарный Он Живет В городе Симферополе На пересечении Улиц Козлова Крылова И Пролетарской Вот Эти улицы Находятся На кладбище Первое христианское Кладбище Города Симферополя Сейчас Представляет из себя Жилой микрорайон Вот До 32 Года Это было Кладбище На котором Захоронены Кстати сказать Первые Жертвы Альминского Сражения Солдаты И офицеры Которых отпевали На этом кладбище Захоронены Захоронены Полковые священники Сестры Милосердия Которые принимали участие В обороне Севастополя Вот Те люди Которые Внесли Большой вклад В оборону Севастополя В том числе В том числе И военные И духовенство И цивильные люди Которые Активно Помогали И пожертвования Собирали И предоставляли Под госпиталя Под лазареты Свои Какие-то дома Какие-то усадьбы Вот Все они Захоронены В Симферополе На первом Христианском Кладбище Вот Кладбище Как я вам уже сказал Оно было уничтожено В 32 году Поэтому Русским Православным Христианам Меньше повезло Потому что Британцам И французам В этом плане Это повезло больше Их мемориальные Комплексы Были уничтожены В 80-е годах В городе Севастополь Легли под бульозер Уж по непонятным причинам Да Они очень сильно Пострадали Во время Второй мировой войны Вот Они Были Частично Уничтожены Но Читались По фрагментам Читались По границам Мемориальные Комплексы Посвященные Британцам Французам Сардинцам Туркам Вот К сожалению По распоряжению Властей Севастопольских Тогда еще Советских Они были уничтожены Вот Ну потихонечку Идет возрождение Всего этого Потихонечку Вот благодаря стараниям И Владимира Павловича Казарина Это вот На 150-летие Окончание Крымской войны Вот считайте 5 лет назад Организованы Были определенные Меры Мероприятия Были восстановлены Памятники Ну в том виде Котором Они смогли Это сделать Благодаря Помощи В том числе И Симферопольцев Иосифа Фейнгольда В частности Который Пожертвовал На памятники Да и в Белогорске Даниэль Даниэль Группа 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 Франции Из Юга Франции Бригада Савоя Вот Вы посмотрите Даниэль Ну человек В возрасте Да Но умудренный Опытом Вот этот вот Француз Очень много Сделал для Севастополя И лично Для нас Для развития Реконструкторского Движения Мы занимаемся С ним Исследовательскими Моментами Связанными В частности С французским Мемориалом Который Находится На пятом Километре Это наш Толик Холод Это наша Артиллерия Бог войны Реконструирует Французскую Артиллерию Полевую Пятую Пешую Батарею Которая Принимала Участие В осаде Севастополя Толик Профессиональный Реконструктор Он в частности Реконструирует Тоже Французскую Артиллерию На период Наполеоновских Воин Но это Наша Это наша Напора Надежда Наша Помощник Очень серьезный Вот в этом году Приезжал к нам Человек Который Реконструирует Шотландцев Вот Он нас всех Порадовал Игрой на волынке По большому счету Создавал Определенную Атмосферу Дело все в том Что Во время Атаки Шотландцев На позиции Владимирцев И Казанцев На Альминском Поле Бой Происходил Именно Под звуки Волынки Вот И вот Евгений Из города Киева Помог нам Реконструировать По крайней мере Аудиовизуально Поле Альминского Сражения Реконструкцию Мы свою Проводим В 3 Выходные Сентября Традиционно Она происходит На реальном Поле Сражения Которое Было Озарено Взрывами Разрывов 20 Сентября 1854 Года Данный Участок Нам любезно Предоставлен Совхоз Завода Магарач Причем Без каких Либо Условий Мы к ним Приехали В первый раз В 2006 Году Мы с ними Поговорили Предложили им Развивать Военно-историческую Реконструкцию Развитие Села Вилино Как Центр Притяжения И военных Реконструкторов И историков Нашли поднимание Нашли поддержку И это очень радует Потому что Наше жесткое Время Когда За любое Вот Такое Историческое Участие Как бы Бывает Такое Что требует Денег Требуют Рекламы Требуют Здесь Нашли Очень Такое Теплое Понимание То есть Люди Крымчане Люди Патриоты Вот Они Реальные Патриоты Причем Все как-то Так По-доброму И каждый раз Когда мы Организовываем Мероприятия Они пытаются Нам помочь Сами выходят С инициативой Давайте Ребята В этом году Еще что-то Сделаем Для вас Постоянно Предоставляют Какие-то Материалы Мы хотим Начать Такую серию Презентаций Продолжить Вернее В связи с кризисом Мы вот два года Никуда не ездили Нигде Не принимали участие Не организовывали Презентации В этом году В январе месяце Мы будем Презентовывать Наш проект Альминские высоты На следующий год В Страсбурге Даниль Винье Организовывает Нам эту поездку В ноябре Месяце Этого года Мы посетим Город Лондон Посетим Наших британских Друзей Наших Реконструкторов Семнадцатого Уланского Алан Ларсон Нас пригласил На это мероприятие Вот Я являюсь членом Британского общества Исследователей Крымской войны Здесь в Крыму Мы организовали Такое общественное движение Крымский военно-исторический альянс Мы вот с Константином Являемся членами клуба Геннадий Николаевич Который создал На базе ТНУ Вот Как-то так Все вместе Мирно живем Организуем мероприятия И не только Потому что По большому счету Реконструкция Это только часть Того большого проекта Который мы хотим реализовать В Крыму Вот Этот проект будет связан С развитием Туризма военного И вот один из Эпизодов Туризма Один из эпизодов Туризма На фотографии Изображен Роман Кравченко Это уникальный человек Из города Который приехал На наше мероприятие Организовывать Показ Технологии Изготовления Фотографии Которым пользовался Первый фотограф Первый военный фотограф Назовем его так Роджер Фентом Которого Королева Виктория Направила в Крым Для того Чтобы он Запечатлел Сцены В которых Баталии Сцены Баталии А уникальный Это человек Тем Что сейчас Век Цифровой фотографии Ну вот Взяться Взяться И воспроизвести Вот эту технологию Это просто Действительно Уникальный человек И Ну просто Браво Просто браво Он сделал Несколько снимков Там Они уже У нас есть Ну Я не знаю Каким Надо обладать Желанием Вот Воспроизвести Вот это Знаете Пошить форму Конечно Может быть Легче Чем Технологически Воспроизвести Фотографию Того времени Вот он Здесь Да Да Вот здесь Он снимает Да Кстати Он снимал Здесь Что самое Интересное Роджер Фентон Снимал Британцев Французов Турок Наш Роман Кравченко Снимал Курское ополчение На своих фотографиях Вот И у нас есть Эти фотографии Интересные Русскую армию Он снимал Вот На как раз Эпизод Когда он Руководителя Курского ополчения Клуба Курский ополченец Снимал Для истории Уже фотографии Есть Мы сейчас Объявили Конкурс В память Первого Фронтового Фотографа Роджера Фентона Фотоконкурс Будет посвящен Военной Фотографии Он будет Охватывать Период Крымской войны Вот И у нас Уже есть Работа Которую мы Выложим В скором Времени На сайте Люди будут Голосовать Эти фотографии Уже достойны Посмотрите Какие колоритные Наши Пуряне Да Курское ополчение У нас Выдалось Хорошим Костюмы А женщины Те колоритные Кстати Женщины Эти женщины Занимаются В Курске Занимаются Поисковым движением Это Французские Зуавы Это у нас Стас Нагорный Который Организовывал Мероприятие Помогал Наталье Маратовне Делать Это мероприятие День бульвара День исторического Бульвара В городе Севастополь Вот На следующий год Опять планируется Проведение Более масштабного Мероприятия Поэтому На день города Приглашаем всех В город Севастополь Посмотреть на то Чем живут Как живут Как развивается Это направление Реконструкции Это наш бивак Военноисторический Разбит Он флажок Третьего Французского Третьего полка Французских Зуавов Который Штурмовали И Малахов Курган И отличились При реке Альме Клуб у нас Сборный Получился В город Севастополь Город Страсбург Город Город Севастополь Город Киев Город Страсбург Вот Ребята Реконструируют Французскую армию На период Наполеоники И вот Решили Приняли решение Приехали к нам Кстати сказать По нашему Приглашению Приехали В форме Наполеоновской Армии На то время В 2007 году Ну не было у них Возможности Быстро пошить Униформу Для того Чтобы принять Участие Мы их пригласили В лагерь Под Балаклавой Они приехали Они несколько Были смущены Тем что Ну не могут Во всей красе Предстать В эпохальной Вот По третьей По второй империи Вот Ну на следующий год С совместными усилиями Мы смогли Реконструировать Третий пол Французских зуалов И параллельно Мы пригласили Даниэль Ринье Со своей группой Принять участие В 2008 году На мероприятиях Посвященном Вот Мероприятия Ну Лагерю Под Балаклавой И вот Приезжают И французы Это Андрей Писаренко Наш Приезжают Наши французы Приезжают Наши киевляне И все одеты В одну униформу И когда одни Других спрашивают Вы кого реконструируете Оказалось Что и те Французы И наши киевляне Реконструируют Одно и то же Подразделение Это третий пол Французских зуалов Третий пол Французских зуалов С девизом Я пришел И я остаюсь Просуществовал Во французской армии До 1948 года Принимал участие Во второй мировой войне Воевал в Европе В Африке Униформа Очень практична Для военных действий Это были самые Подготовленные части Которые принимали Участие И в Крымской войне Вот они закалены А вот это как раз Альминские высоты Вот примерно Такую картину Увидели перед собой Британские солдаты Которые подходили К эпилементу Курского полчения В то время не было В Севастополе Там стояли Полки русской пехоты Казанские Владимирские Как раз вот этот отрезок Охраняли Егеря Застрельщики Которые сидели В саду Который был разбит Перед рекой Альма Сейчас русло реки Немножко изменено Но высоты остались Те же То есть По большому счету Очертания местности Не изменились И вот на этих Альминских высотах Зародился тот дух Русской армии Который позволил Союзникам Понять Что Их ждет В городе Севастополе Город Севастополь Суши не был защищен Благодаря стараниям Военных инженеров В частности Инженера Татлебина Который попросился Из Дунайской армии В Севастополь Организовать оборону Мы там вот Наплели корзины Мы их наплетем Еще больше Вот Мы плетем их все вместе То есть Приезжают нам друзья Из Ивпатори Из города Саки Из города Киева Из города Симферополя Севастополя И мы занимаемся тем Что заготавливаем лазу Для того Чтобы на следующий год Сделать фрагмент Третьего бастиона Который Защищали И Курское ополчение И защищали Полки русской армии Мы хотим показать Большой интересный фрагмент Для наших друзей Для наших гостей На Альминском поле Именно фрагмент Боя Интересного боя За третий бастион Почему мы на Альме Реконструируем Вынуждены реконструировать Разбить мероприятие На две части Потому что Участие Курского ополчения Обуславливает Нас Как бы подходить К исторической справедливости И показывать Ну по большому счету Историческую правду Мы к этому стремимся То есть Не все у нас Может быть быстро Получается Но мы стараемся Каким-то образом Развить это До Правдоподобности Потому что Нас окружают Такие историки Как Гуркович Как Лешу Павел Михайлович Те люди Которые придирчиво К этому относятся Эти люди Которые сделали Ну по большому счету Больше всех Для развития истории Именно Крымской войны Для сохранения Мемориалов И памятников Вот Павел Михайлович О нем хочется Подробнее рассказать Павел Михайлович Лешук Человек Одаренный Человек Очень интересный Он Уже за то Что составил Мартиролог Погибших офицеров Русской императорской Армии и флота В городе Севастополе Он уже достоин Ну при жизни Большого такого уважения И по большому счету Он стал иконой Для тех людей Которые занимаются Крымской войной К сожалению В этом году Он не смог у нас Приять участие В мероприятиях Но передавал Большой привет Пламенный Надеюсь Что в этой студии Мы встретимся С Павлом Михайловичем Он продолжает Свой труд Исследования Офицеров И флота И армии Которые так или иначе Связаны с городом Севастополем Не только погибшие Но и те люди Которые проявили себя Были награждены Вот он сейчас занимается Кавалерами Георгиевского ордена Наивысшей награды Царской армии Вот он И следует сейчас Этот вопрос То есть человек До такой степени Самоотверженный Он занимается Исследованием В архивах То есть Благодаря ему Открываются Перелистываются И открываются Эти страницы Историй Которые мы все Тянемся Мы хотим Познать Мы хотим Это рассказать Потому что Крымская война По большому счету Была незаслуженно забыта Как проигранная Она действительно Была проиграна То есть Французский В Париже Был подписан Парижский договор Согласно которому Россия пошла На определенные И достаточно серьезные Уступки Со временем Он естественно Был Аннулирован Но тем не менее Для того периода Он явился Как бы Договором Закрепляющим Право Победителей Над правом Побежденных Вот Ну это надо признать Надо признать Что французская армия На тот период Была Одной из самых сильных Надо признать Что русские солдаты Моряки Воевавшие На полях сражений Полевых сражений Крымской войны На Крымском театре Военных действий Это и Чернореченское Сражение И Инкерманское Сражение И Балаклава И Альма Это те люди Которые проявили Массовый героизм Офицеры Русской армии Неоднократно Отмечали То что Простой крестьянин По большому счету Крепостной Проявлял Благородство Проявлял Такое мужество Которое заслуживало Уважения У всех И Крымская война Явилась Первой причиной Отмены Крепостного права То есть Это Это естественный Процесс Потому что Вольный народ И французский И британский И по большому счету Турецкий И сардинцы Те которые Принимали участие В 1855 году В Крымской войне В Крыму Вот Это были уже Вольные народы И тем не менее Ему противостояли Крепостные Которые показали Храбрость Показали мужество Ну Русские корни Таковы Что Нет ни одного Народа Который бы мы Не победили Вот Так уж получилось Что Русские По большому счету Проиграв Эту Крымскую войну В любом случае Взяли реванш Буквально Через 20 лет Вот И доказали Что Сильны Духом Ну Они доказали Что сильный дух Еще в ходе войны Ну То само собой Бастионы Севастополя Вообще обильно Политы кровью Это вот Нахимов Да Проезжая По бастионам Говорил Ребята Клянемся умереть Те Отвечали ему Клянемся Говорит Уже 16 тысяч Исполнило свою Клятву Поэтому Нас не победить Мы дали понять Противникам Что Мы достаточно Серьезный противник Конечно И именно поэтому Мы занимаемся Реконструкцией Именно русских моряков Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Добрый вечер Еще раз Мы хотим Вам представить У нас здесь Есть небольшие Экспонаты Вот Позвященные Тому периоду Вот Это вот Топор Который Найден Нами Мы Расчищали территорию Под проведением Чернореченского сражения И найден был топор Вот Наши куряне Его классифицируют как топор курских ополченцев, периоды Крымской войны. И наши друзья из города Курска написали труд, посвященный курскому ополчению. Вот книга представлена, она недавно вышла, пока не появилась еще в магазинах города Севастополя. Но достаточно серьезно, интересно описывает участие курского ополчения в обороне Севастополя. Два головных убора французской армии и британской армии. Есть там гренада, которая украшала навершием головного кивера, головной убор британского военнослуживающего королевской артиллерии. Вот журналы представлены, которые выпускает общество исследователей Крымской войны, в котором мы входим. Это общество собирает людей, историков, исследователей, реконструкторов со всего мира. Их не так уж и много, там порядка 950 человек со всего мира. Общество приезжает сюда к нам и на мероприятиях бывает, и приезжает для того, чтобы показать членам общества с разных стран Крым, показать места сражений полевых. Мы с ними, бывает, проезжаем по этим местам, уже практически все изучили, но, тем не менее, каждый раз мы для себя что-то новое открываем, что-то интересное. Новое открываем. Я хочу перебить Сергея. Если бы мы все принесли, что у нас есть, ядра, пули, то, наверное, места вот здесь бы не хватило. Не хватило. Да. Мы принесли малую толику того, что есть. У нас в планах открытие музея. Мы, правда, не понимаем, пока не знаем, по большому счету, где его лучше открывать. Может быть, в Вилино, а может быть, в Севастополе. Это мы хотим сделать уникальный музей. Он будет посвящен военной миниатюре периода Крымской войны. Их не так уж и много. У нас есть замечательный друг из Америки, Джеймс Скюдери, который является потомком командира Одесского пехотного полка Скюдери, который, к сожалению, погиб во время Чернореченского сражения, но который проявил героизм. И такой напор на турецкие войска, которые обороняли Балаклаву. Вот. Одесский пехотный полк зашел дальше всех русских соединений во время Балаклавского сражения. Мы переписываемся с этим человеком, занимаясь как раз военной миниатюрой. Готовит нам серию предметов, серию солдатиков, посвященных именно Балаклавскому сражению. Он сейчас в трудах. Мы с удовольствием представим в студии образцы будущего музея. Предметный план собирается во время наших полевых сборов. Дело все в том, что Севастопольская земля хранит до сих пор столько предметов, связанных с историей Крымской войны. Там, допустим, и свалки, и земля постоянно выдает те же самые какие-то пули, какие-то предметы, пряжки. Все это мелочи. Для обывателя это может быть мелочи. Для нас это какие-то маленькие или большие раритеты. Какие-то там пуговицы. Люди есть, коллекционируют пуговицы. Есть люди, которые коллекционируют посуду. Я, допустим, в частности, коллекционирую ядра, которые в большом количестве были применены. С одной и с другой стороны, их до сих пор находят. Их до сих пор находят. Представьте, сколько лет прошло, насколько земля нашпигована, что такое война, что пули и ядра до сих пор находят. Столько для того времени, такое количество людей было сосредоточено на столь маленькой территории. Что по-любому что-то остается. Еще надо отметить то, что никогда на территории Крыма, на территории Украины не было столько одновременно французов, столько британцев, как во время обороны Севастополя и вообще в Крымскую войну. Здесь Крымская война, она родила много чего интересного, дала развитие науки, техники, каким-то аспектам общественным. Медицины, фотографии, военной техники. Военная техника, да. Появились там те же самые орудийные щитки. Мы, как люди, которые реконструируют королевскую артиллерию, изучаем этот вопрос достаточно интересный. Как после Крымской войны пошел рост техники, той же самой армейской, появилось скорострельное оружие во время Крымской войны. Это были револьверы, был Кольт, был Адамсон. Нарезное оружие. Нарезное оружие. Оружие это впервые появилось фактически в Крымской войне. И масло было применено. Ну, так называемую Восточную войну. Они использовали, допустим, у нас российские войска, русские войска как-то мало использовали. Но когда пошел скачок нарезной артиллерии и вообще нарезного оружия, наши воины очень страдали из пуль союзников, которые они применяли. И вот интересный факт, который нам рассказали, мы делали круглый стол историков Крымской войны во время проведения Альминских высот. Нам рассказали интересный факт. Когда русские захватывали в плен, в основном это были французы, которые применяли разрывные пули. То есть они распиливали пулю на четыре части, заряжали ее в ствол ружья и выстреливали в сторону русских солдат. И вот когда находились такие пули, то человека, ну, как бы, подвергали сразу расстрелу, потому что русские страдали очень от применения именно разрывных пуль, именно таких пуль, которые наносили наибольший вред, ну, и на наибольшее ранение. Вот. Что там еще интересное было? Вот Роман Кравченко нам очень много и очень подробно рассказал, как работал Роджер Фентон во время Крымской войны военным фотографом, как применялось это все, как это все делалось, что ему, ему, оказывается, самые большие противники, у него были мухи, которые вот ему мешали во время изготовления его работ. Да, ведь выдержка тех аппаратов была, камер была очень большая. А если сейчас выдержка камеры – это доли секунды, то тогда нужно было посидеть минут 15. Ну, вот он рассказывал, что это достаточно трудоемкий процесс, и самое главное, что изображение закреплялось цианистым калием. Применялся цианистый калий. И на знаменитой фотографии Роджера Фентона, на которой изображен его знаменитый фургон, а он, приехав в Крым, купил винный фургон и переделал его немножко под свои нужды, вот. У него был кучер, который постоянно с ним ездил по различным историческим, ну, по лагерям, и был и в Балаклаве, и в Камьеш-Париже. Камьеш-Париж – это, кстати, камышовая бухта в городе Севастополе, а предместе Ливерпуля – это у нас была Балаклава. И после войны, к сожалению, его ассистент умер от цирроза печени, именно потому что применялось в производстве фотографий, применялось именно цианистый калий. Вот послужил причиной гибели этого человека. Что еще вам хочется рассказать? Ну, вот мы хотели бы рассказать больше о клубе, который на базе Таврического национального университета мы развернули. Мы хотели бы пригласить в этот клуб людей, тех, которые влечены, или те, которые… Знаете как, я пришел в то же самое, я пришел в это движение, меня с этим движением познакомил Сергей Викторовиченек, это крымский историк, краевед, человек, который написал, вот недавно вышел его труд достаточно интересный, многотомный, вот, издательство «Гала» в городе Севастополе решило ему в этом помочь. Первая книга вышла, кстати, называется «Вторжение». Я пришел к этому тоже, потому что я этим увлекался с детства. Моя первая книга была посвященная Крымской войне Сергея Ваценского «Севастопольская страда». Я ее прочитал в детстве, вот, очень увлекался историей. Дед мой защищал Севастополь в 41-м году, очень много рассказывал о городе Севастополе. Ну и так получилось, что Сергей Викторович стал, как бы, крестным отцом. Он рассказал, что была попытка в Крыму провести военно-историческую реконструкцию Альминские высоты в 2004 году, которая была посвящена, как раз, страницам Альминского сражения. Вот, по независимым от него причинам это не произошло. Вот, ну я загорелся идеей это все дело организовать. Вот, и пробную такую попытку мы сделали на форте Северном, который нам предоставили меценаты, предоставили территорию форта Северного в городе Севастополе, в городе Балаклава. Мы провели там первый фестиваль живой истории международной. Вот, совместно с клубом Клео мы сделали первый фестиваль. Это было масштабно, это было интересно. Да, было мало участников, но, тем не менее, был такой задор, запал это все дело организовать и сделать. И на следующий год, в 2008 году, к этому процессу подсоединилась Международная военно-историческая ассоциация, которую возглавляет Александр Михайлович Валькович, о котором мы вот ранее упомянули. И ассоциация нам помогает очень серьезно в России, они волонтируют людей, они, вот, приехав в 2008 году, познакомили реконструкторов, которые, к сожалению, может быть, а может, к счастью, там, были одеты, экипированы на форму наполеоновских воин, но надо им отдать должное и большое спасибо, что они набрались смелости приехать и поддержать то мероприятие, которое мы проводили второй раз. Вот. Тогда же к нам приехал первый раз Даниэль Ренея, привез свой клуб из города Страсбурга. Ну и потихонечку, потихонечку количество и общее количество членов наших реконструкторских групп растет. Сереж, ты вот сказал, что они приехали там не должным образом экипированно. Я хочу сказать, что главное, что дух был. Да, дух. Самое главное, это был дух. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы быть идеально пошитым. Но это, на мой взгляд, несколько вторично. Это несколько вторично, потому что, по большому счету, и реконструкция, и проведение этих мероприятий своей целью несет только то, чтобы мы старались воспитать в молодежи, старались восполнить какие-то пробелы взрослого поколения в истории Крымской войны, чтобы люди обратили внимание, что те доски, которые устанавливаются на местах, я не знаю, дислокации каких-то полков соединений, на местах боев, их у нас устанавливает русская община. Сейчас вот помогает очень активно русское единство в установке этих памятников. Чтобы люди обращали внимание на эти памятники, они смотрели на них, читали их и запоминали, где, что с этим местом связано. И большое спасибо, что есть те люди, которые обращают на это внимание. Те же самые меценаты. Вот можно отметить, это не политическая какая-то агитация, это реальный факт. Это вот лидер русского единства Сергей Аксенов. Мы вот приглашали, к сожалению, у него, наверное, не было возможности приехать, а мы вот в суете, может быть, не отдали должное его отсутствию. Но тем не менее, это тот человек, который, он настоящий. Вот он настоящий, мы несколько раз с ним общались, он выказывает интерес, не такой, как вот там, лишь бы, знаете, схватить какую-то новую волну, а именно потому, что ему это интересно, он этим увлечен. Ну и благодаря, все развитие нашего движения происходит вот благодаря, я считаю, тем людям, которым низкий поклон. Это и Владимир Николаевич Гуркович, это и Павел Михайлович Лишук, и Сергей Викторовиченок, которые, собственно говоря, своими трудами, своим, я не знаю, там, жизненным кредо доказывают и показывают, что если взяться за это дело серьезно, то, в принципе, можно сделать большой интересный проект. Да, на людей интересных и преданных, на людей настоящих нам, слава богу, везет. Да, вот, на самом деле у нас в том обществе, в котором мы, у нас можно сказать, что именно настоящие ребята, настоящие мужчины, настоящие женщины, мы считаем, что наши фестивали проходят, ну, достаточно, знаете как, ну, с душой, потому что после фестивалей, ну, как-то мы разъезжаемся в разные места, но, тем не менее, и французы нам пишут, и куряне нам пишут, и москвичи нам пишут, и мы пишем им, мы вот общаемся и ждем этих встреч. Вот следующая встреча будет достаточно большая, она будет на дне исторического бульвара в городе Севастополь, вот, наше курское ополчение будет как раз к месту, курское ополчение принимало участие в обороне Севастополя, именно на бастионах севастопольских, вот, мы реконструируем британскую армию, будем стоять нам против третьего бастиона. Ну, и я хочу добавить, что, безусловно, мы будем расти, будем стремиться к тому, что наши реконструкции будут лучше, качественнее во всех отношениях. Ну, да, масштабнее. Вот мы постарались в этом году, мы пригласили Крымскую филармонию, в прошлом году говорили, да, вот, наверное, этот концерт будет лишним. Мы так подумали с руководителем Крымской филармонии Антоненком, мы подумали, а почему не сделать, представляете, под открытым небом концерт классической музыки 19 века, то есть под открытым небом на поле сражения, в котором летали ядра, пули, прозвучат произведения 19 века, которые слышали и те, и с одной стороны, и с другой стороны, и это было бы в память тех людей. К сожалению, в прошлом году не решили сделать, в этом году получилось так, что вот руководитель, к сожалению, попал в больницу, мы попытаемся наверстать упущенное, мы хотим сделать это на следующий год, может, это будет даже, ну, как бы, символично, потому что на следующий год окончание Крымской войны, и мы хотим сделать этот концерт. В этом году мы для зрителей наших показали концерт Духового оркестра внутренних войск Украины, вот, прозвучали произведения тоже 19 века, но в исполнении военного оркестра. И достаточно интересные, и такие отзывы хорошие по поводу этого концерта, что реконструкция сама по себе должна состоять из нескольких каких-то частей. Это и презентация литературы, это и вот показ работ человека из Романа Кравченко, из города Евпатория, человека увлеченного именно фотографией. То есть, представляете, для того, чтобы заниматься этой фотографией, надо тратить свое время, надо быть таким же выдержанным, таким же стойким, для того, чтобы получился тот результат, который необходим. И по итогу нашей военно-исторической реконструкции он сказал, что одно дело снимать в студии, совершенно другое дело снимать в поле. И некоторые аспекты он для себя открыл именно на поле Альминского сражения. Реконструкция, это прежде всего, это не просто показать какое-то действие, это просто ознакомить людей, которые хотят это посмотреть, именно с тем временем, и чтобы они прониклись тем духом, когда происходило это событие. Потому что, если проникнешься духом, это очень даже интересно, и люди очень даже... Но это и в воспитательных целях тоже. Да, и в воспитательных целях, потому что, допустим, молодежь сейчас этого не видит, и как показывают субкультуру всякие, а то, что было когда-то, историю, они сейчас этого не видят, им очень мало преподается. Ну, вот когда мы провели первый наш фестиваль в Балаклаве, мы вообще, вот, мы-то думали, приедут взрослые какие-то люди, да, ну, пожилые люди, которые хотят восполнить какие-то пробелы в истории, и мы увидели примерно количество, ну, наверное, процентов, наверное, 60, это были дети. То есть, родители специально привозили к нам детей для того, чтобы те дети посмотрели, ознакомились, сфотографировались, там, потрогали что-то. Сейчас для нас это уже все привычно. Сейчас, да, сейчас крымчане приезжают к нам и в Балаклаву, и на Альму, уже приезжают семьями, они приезжают, как в Европе. Даже классами со школ приезжают. Ну, вот, первый раз делали масштабное мероприятие в прошлом году, пригласили, ну, практически весь Бахчисарайский район школы на это мероприятие. Было такое, достаточно большое количество именно детей. Дети к этому хотят прикоснуться, дети интересуются. И вот Виленская школа в селе Вилино, директор школы, вот, в прошлом году, он отнесся немножко настороженно к нам, то есть, ну, насколько там люди серьезно хотят этим заниматься, насколько они серьезен, их подход к истории. А вот в этом году, во-первых, они нам помогали все это время, благодаря директору, который, ну, с энтузиазмом нас воспринял, он нам помогал в подготовке мероприятия. Да и сами ребята, тут же нельзя заставить. Да, да. Нельзя заставить. Они сами к нему подошли, хотим, хотим, хотим. Очень здорово, да, помогали. И самое интересное, что нашли общий язык с курским нашим ополчением, с руководителем Петрушкевич. У нас есть Алексей Вадимович, с которым директор школы нашел общий язык. И я так чувствую, что у нас родилась группа совместная, курское ополчение, это село Вилино и город Курск. По крайней мере, об этом сейчас идет разговор. Но надо учитывать тот факт, и он достаточно серьезен, он достаточно определяющий, что пошить униформу, во-первых, это, ну, как бы затратно. Отдадим должное тем людям, которые потихонечку наращивают, ну, какую-то материальную базу. То есть в первый год обычно люди там нашивают нательную рубаху по тем образцам, практически из тех материалов, которые были применены в эпоху 19 века. Потом это брюки, мундир, обувь. Все это делается медленно, постепенно. Это все делается медленно, поступательно. И мы к этому идем, ну, немножко, немножко может быть медленнее. Нам где-то не хватает каких-то ресурсов. Как-то мы выкручиваемся самостоятельно из каких-то сложных ситуаций житейских. Но, тем не менее, мы целенаправленно. На сегодняшний день у нас в Москве две группы. У нас в городе Севастополе две группы. В городе Симферополе группа большая, город Курск. В Париж, в Астрасбург. И вот в Великобритании у нас наши есть друзья, которые реконструируют тоже Крымскую войну. Но в Британии общепринято, знаете как, они немножко размеренно живут. То есть, мы знаем точно, мы знали, вернее, три года назад, что они приедут только в 2011 году. То есть, у них вот такой вот план. Они так запланировали. Ну, это такая специфика каждой из наших наций. Ну да, это у нас фонтанно. Русские и французы. Схватились и побежали. Легкие на подъем. Французы немножко такие вот, ну, британцы вернее, немножко такие сложные. Но, тем не менее, мы знаем точно, что в 2011 году приезжают и в лагерь под Балаклавой. Во время Балаклавы в октябре месяце и в сентябре месяце приедут на Альму группы реконструкторов. Надеемся, что на следующий год у нас будет большое интересное мероприятие, которое будет проведено в историческую дату совместно с Балчисарайской государственной администрацией, совместно с Международной военно-исторической ассоциацией «Город Россия». Хочу подробнее рассказать о ассоциации, которую возглавляет Валькович Александр Михайлович. Она насчитывает около 3000 членов. Вот, там порядка 200 командиров, клубов. Я ездил на презентацию наших проектов в Москву. Как раз была в Москве конференция, собрались все, с интересом выслушали городу Севастополю. Москвичи, ну, как бы традиционно сердцем прикипели. Посему тяжело идет процесс, потому что экономический кризис на нас казался на всех. Но потихонечку у нас организовываются группы. Кстати, москвичи будут реконструировать, как ни странно, будут поддерживать клуб «Андрейский флаг» и будут реконструировать... А почему неожиданно? Ну, не-не-нет, я хотел про другое сказать, неожиданно. Они будут неожиданно реконструировать турецкую армию. Потому что турецкая армия у нас как бы не представлена. Вот, но москвичи приняли решение, хотят реконструировать какая-то группа людей, будет реконструировать именно турецкую армию. Вот, сардинцы у нас есть, французы у нас есть, британцы у нас есть. Поэтому есть полный набор. Русских найдем. Да, русских найдем. Вот, в этом году мы пригласили Бориса Акунина, известного российского писателя, для того, чтобы он приехал, для того, чтобы он посетил реконструкцию. Мы собирались провести экскурсию по местам сражений. Мы хотим, чтобы он проникся духом. Потому что я ни в коем случае не хочу обидеть других писателей, других авторов. Вот почему-то так легло к сердцу, что именно Борис Акунин может написать какой-то, я не знаю, это может быть роман, будем надеяться, может быть какой-то, ну не знаю, какую-то повесть. Дело все в том, что Крымская война, она достаточно многогранна, она достаточно интересна, она достаточно до конца не исследована. И там есть загадки, как для историков, как для писателей. И там есть сюжет, именно сюжет, который позволит посмотреть немножко на Крымскую войну глазами писателя. Писателя, который не искушен был и написан бы был труд спустя 156 лет. Написан с акцентом на реалии, те, которые мы уже некоторые знаем. Загадка, почему русские, придя на Альму за несколько месяцев, не подготовились к сражению на Альме, почему русские во время Альминского сражения проиграли Альминское сражение, почему были проиграны практически все полевые сражения Крымской войны, почему не доведено до конца Балаклавское сражение. Вот почему, почему, почему. Есть интересные очерки по истории Крымской войны. Один из них я прочел в «Историческом наследии Крыма», который выпускает Галина Николаевна Грыжбовская. А это наш старый друг, который сердцем, душой с нами помогает нам постоянно в организации проведения мероприятий. Очерк о спиритических сеансах, которые у нас обращение к каким-то колдунам, она у нас популярна. Сейчас по телевизору идет программа с экстрасенсами связанная. И там были спиритические сеансы, во время которых два русских офицера хотели узнать правду, почему во время передвижений или усиления в районе 5-6 бастиона, из 5-го бастиона на 6-й перебрасываются определенные силы, почему французы атаковывают на следующий день именно 5-й бастион. И происходит наоборот, если усиливается 5-й. Это реально было? Да, это реально было. И ты хочешь сказать, что это может послужить сюжетом для... Это одна из нитей, которые можно было бы дать автору для того, чтобы он сложил эту мозаику. А так, как описывает он, на мой взгляд, это может быть взгляд субъективный, на самом деле можно было бы написать захватывающий роман. Поэтому хотелось бы, может быть, этим обращением еще через интернет к Борису Акунину пригласить Бориса Акунина, чтобы он, может быть, изучил в домашних условиях вопрос. Мы готовы приехать, показать ему места реальные. И вот некоторые предметы до сих пор можно найти на местах стоянок, исторических лагерей. Поэтому вот, собственно говоря, растем, живем. Мы говорим, что мы идем в гору. С вами была программа, которая называется «Знай, люби, гордись». Она посвящена истории Тавриды. Сегодня мы рассматривали вопрос, который нас всех присутствующих здесь волнует. Это реконструкция Крымской войны. Мы организовываем два мероприятия. Мы организовываем мероприятие в городе Балаклава, лагерь под Балаклавой, и Альминские высоты, это село Вилино, Бахчисарайский район. Мы приглашаем всех желающих или тех людей, которые хотят каким-то образом восполнить какой-то свой интерес к этому. В клуб Андреевский флаг. Телефон Геннадия Николаевича, ну на всякий случай, 095-580-582. Вы можете вступить в клуб, вы можете задать вопросы, приходите к нам. Мы рады общению с вами. Спасибо большое за внимание. И надеемся на последний раз. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok